Телеканал Тверской проспект продолжает серию репортажей, посвященных оценке качества уборки городских улиц и дворов Твери от снега. На этот раз наша съемочная группа посетила Заволжский район областной столицы, где пообщалась с местными жителями и выслушала их претензии, касающиеся работы коммунальных служб. Тему продолжит Никита Васильев. Поселок Вагонников в Заволжском районе Твери. Рядом с панельными девятиэтажками здесь соседствуют небольшие, высотой в один два этажа, дома частного сектора. Улочки, по которым обитатели этих домов добираются до магазинов, остановок общественного транспорта и аптек, пребывают в крайне плачевном состоянии. Проезжая часть, одна большая снежная колея, тротуаров из-под снега не видно вовсе. Кажется, снегоуборочная техника сюда не заглядывала очень давно. Это подтверждают и местные жители. У нас каждый год такая ситуация. Я много раз звонила. За пять лет, наверное, один раз прочистили. И то, спасибо, хоть Серёдочку. Когда машины едут, дети отпрыгивают с угробы. Разойтись на узкой заснеженной дороге с автомобилями горожанам действительно достаточно трудно. Хорошо, если водитель попадётся внимательнее и скорость на этом участке снизит, говорят местные жители. Тем не менее, даже и без встречных машин добираться до большой земли по каше из снега и песка достаточно сложно. Особенно пожилым людям. Если только возле своего дома каждый хозяин чистит и всё. Больше у нас не чистят. Ну, конечно, мы-то уже в возрасте люди-то. Конечно, молодым может. А во-вторых, гололёд, посмотрите какой. Хоть бы раз почистили. А то приедут, в этот раз хоть не сыпали. А то приедут песка с солью насыпать на нечищенный снег и поехали. И ходи как хочешь. По всей видимости, устав ждать милости от коммунальных служб, многие горожане берут лопату в руки сами. Мы готовы платить деньги за уборку и вывоз снега дополнительно. Так ведь не едут, жалуется один из местных предпринимателей. Я езжу по Москве, я там вижу то, что в одном дворе 15 дворников трудится убирать снег. А у нас я вообще по горло не вижу ни одного. Так что вот так. В Москве сразу видно. До Москвы, столицы Верхней Воложья, по крайней мере в плане уборки городских улиц от снега, действительно далеко. Нынешняя зима в нашем регионе, по общему мнению, одна из самых снежных за долгое время. И пока коммунальные службы с капризами природы справляются, мягко говоря, не на отлично. Причём это касается как дорог, так и дворовых территорий. То, что происходит с Тверскими дворами нынешней зимой, нагляднее всего можно увидеть, например, здесь, на первом переулке вагонников. Проезжая часть и тротуар из-за неубранного снега стали одной высоты. И у горожан есть риск соскользнуть под колёса машины. Впрочем, на неубранность жалуются жители не только удалённых территорий Заволжского района, таких как посёлок Вагонников или МЖК. Большие вопросы у горожан вызывает и то, как городские службы убирают важные автомагистрали. К примеру, набережную Афанасия Никитина. Если проезжая часть здесь от снега очищена, то вот парковочные карманы — это один большой резервуар со снежной кашей. Парковаться в таких местах, отмечают автовладельцы, порой бывает очень сложно. Машины чертят, потому что везде вот такие вот, ну я не знаю, как они, колеи или что-то. Отвратительно чувство. Полдороги, всё сугробы. Плохо вообще. Ну можно сказать, и не чистят. Дай бог центральной дороги маленько, и всё. Плохо чистят. Тяжело ездить, особенно парковаться где-то на обочинах. Довольно-таки тяжко выехать. И плюс из-за того, что машина низкая, зачастую цепляя бампером, то есть как бы надломы, заломы, всё это вот происходит. Неудобно. На все эти жалобы уже реагируют сотрудники прокуратуры Тверской области. Во всех районах Твери уже начались проверки качества уборки городских улиц и тротуаров от снега. Не исключение и за Волжье. В прокуратуре Заловского района город Твери по поручению прокурора области проведена проверка по вопросам содержания автомобильных дорог и тротуаров на территории Заловского района. Выявлен ряд нарушений, связанных с несовременной уборкой снега и наледи. В настоящее время директору МУК жилищно-эксплуатационный комплекс внесено представление об устранении нарушения закона. Кроме того, виновное должностное лицо вызвано в прокуратуру района для решения вопроса при лечении к административной ответственности. И в случае, если вина должностного лица будет доказана, ему может грозить солидный денежный штраф. Впрочем, пока, судя по всему, даже риск нарваться на финансовые санкции не пугает коммунальные службы. Жалобы местных жителей на некачественную уборку города звучат все громче. В том числе это касается и центральных улиц. И то ли еще будет. Совсем скоро наш телеканал расскажет о том, как убирают город в центральном и московском районах Твери. Следите за нашими новостями.